В Курске стартовало первенство России по фехтованию среди кадетов. Этот турнир уже можно назвать особенным. Он проводится не в специализированном зале, а в переоборудованной спортивной площадке торгово-развлекательного комплекса. На открытии первенства присутствовал вновь избранный президент Федерации фехтования Александр Михайлов. Он и поделился с нами задачами Федерации на новый предолимпийский цикл. Я бы хотел сохранить те позиции, которые мы имеем на сегодняшний день. Конечно, хотелось иметь медали золотых побольше, но надо быть реалистами. Наша сборная выступила на Олимпиаде просто шикарно, я считаю. Но если мы на следующей Олимпиаде добьемся таких же успехов, это будет просто супер. В первый день турнира на дорожках сражались раперисты. В Курск не приехал лидер уже юниорского рейтинга, но все еще выступающий по кадетам самарчанин Кирилл Бородачев. Он в этот день фехтовал на этапе Кубка мира во Франции и завоевал там бронзу в команде. Отсутствие бесспорного фаворита только усилило интригу в борьбе за золото на первенстве России. Одним из главных претендентов на высшую ступень Пегистала стал брат Кирилла Антон Бородачев. Интересно, что за весь соревновательный день братья не следили за выступлениями друг друга. Во время соревнований я с ним не общался, потому что не было возможности. Я не мог с ним общаться. Я даже первый раз сейчас узнаю, что он занял третье место. Антон катком прошелся по всем своим соперникам, вплоть до полуфинала. Там Бородачеву оказал сопротивление спортсмен из Курска Данила Кравцов. Самарчанин победил оппонента и в финале встретился с другим представителем Курского региона Владиславом Мыльниковым, который тоже очень уверенно отфихтовал во всех предыдущих боях. Исход решающего поединка решил штрафной укол. При счете 14-12 в пользу Мыльникова Антон Бородачев получил вторую красную карточку из-за проблем с экипировкой. Во-первых, вышла там ошибочка с рапирами. Я не посмотрел, не подготовил их перед боем. И очень... у меня получил желтую, получил штрафную. Я немножко растерялся. Ну и подготовка помогала, ну и стены помогали. Но все равно даже дома, можно сказать, сложнее, потому что как бы давят все, говорят. Типа давай, давай. Ну все равно и помогают тоже. Поддержка чувствовалась сегодня. 30 января первенство России по фехтованию среди кадетов продолжится. За победу на одном из самых важных турниров страны будут бороться раперистки.